МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время. Студенту его обычно не хватает перед контрольной, зачетом, экзаменом. Но его часто трудно распределить в семестре. Итак, время. Поговорим об этом. Лекция по физике, физико-практика, семинар по истории КПСС. А дальше? Пообедаю. Буду готовиться к контрольной. Может быть, в кино схожу. Поеду домой. Отдохну. Посмотрю телевизор. А вы? 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 День студента. Сон, занятия в институте, с этим все ясно. А после института? Кино, отдых, телевизор, самостоятельная работа. Но когда? В какое время? Сколько времени уходит на занятия? А что скажут сами студенты? Когда, как? Часов 10-12? Не знаю. Не думал. Организация работа студентов волнует специалистов. Обратимся к физиологу, кандидату биологических наук Лебедеву. Объем информации, который получает студент, велик. Некоторым приходится заниматься по 12-14 часов в сутки. А это, безусловно, вредно для организма. Преподавателю, доктору технических наук, профессору Штремелю. Мы, преподаватели, стараемся дать материал так, чтобы студент мог его быстро понять и достаточно прочно усвоить. К проректору, доктору технических наук, профессору Роменцу. В самостоятельной работе студент остается как бы один на один с учебным материалом, который он должен освоить. Поэтому в институте в последние годы уделяется большое внимание помощи ему в отношении планирования этой самостоятельной работы. Составлены учебные планы по специальностям самостоятельной работы. Имеются семестровые графики самостоятельной работы. Согласован бюджет времени студента на самостоятельную работу с общим его бюджетом времени. Однако эти планы не имеют достаточного эффекта, если студент сам ежедневно, рационально не распределяет время на самостоятельную работу. Итак, самоорганизация. Обратимся к доктору психологических наук Забродину. Самоорганизация это упорядочение, приведение в систему своей собственной деятельности. А как определить степень организованности человека? Вопрос этот сложный. Дело в том, что и психика человека, и деятельность человека это две сложные системы. Поэтому нужны системные количественные критерии для того, чтобы контролировать и корректировать собственную деятельность. Любящих, биолог, философ, математик. Значение и актуальность сделанного им осознаются с каждым годом все больше и больше. Дневники любящего интересны тем, что дают возможность найти критерии самоорганизованности. Он планировал свою работу на месяц, квартал, год и регистрировал ее выполнение. Какие же категории времени были важны для любящего? Первая категория — время, необходимое для научной работы. Не более восьми часов в день. Вторая категория — время, необходимое для отдыха, чтения, посещения музеев, театров. Применима ли система любящего к труду студентов? Наш герой — Александр Попов, студент-первокурсник. Каково мнение прикрепленного преподавателя? Способный, но мешает неорганизованность. Начнем хронометраж. Встал. Умылся. Позавтракал. Позавтракал. И поехал в институт. Занимался. Затем пообедал. И поехал домой. Не точно. Ах да, поговорил с друзьями. Разговоры были необходимы? Да нет, просто так поговорили. Продолжайте, пожалуйста. Поехал домой. Немного почитал, книжку интересную достал. Выполнял домашние задания. А что вы делали с 16.40 до 18.15? Сейчас вспомню. Играл в футбол. Потом смотрел по телевизору кинофильм. В первый раз? Да нет, в четвертый. Да. Дальше, пожалуйста. Опять занимался. На какие категории можно разделить все время студента? Первое. Продуктивно потраченное время. Это время, которое студент тратит на аудиторное занятие и самостоятельную работу. Оно не должно превышать 10 часов в день. Время, потраченное на чтение, личную гигиену, занятия спортом, еду, сон, относится ко второй категории. А это время, которое студенты попросту теряют. Заранее можно учесть, например, поездки на транспорте. Разговоры были необходимы? Просто так поговорили. В первый раз? Да нет, в четвертый. Теперь можно начать планировать. Сон и аудиторные занятия – это уже спланировано. Личная гигиена, прием пищи, отдых, занятия спортом должны быть регулярны по времени. Но при этом каждый студент может распределять время по своему усмотрению. Самостоятельную работу следует выполнять между 17 и 21 часом, так как в это время активность организма человека высока, а это увеличивает производительность труда. Студентам необходимо научиться рационально использовать время самостоятельной работы. Регистрировать время, потраченное на изучение каждого предмета, просто. А как его спланировать? Это сложно. Невозможно. Это индивидуальный план самостоятельной работы студентов Московского института стали и сплавов. В нем приведен календарный план на семестр и нормы времени на самостоятельную работу по каждому предмету, с помощью которых студенты могут легко планировать эту работу в течение длительного времени. Планировать самостоятельную работу на неделю и больше возможно. Важно определить нормы времени на каждый предмет. Студенты могут при желании вывести их из собственного опыта, консультируясь, естественно, с преподавателями. Получается, что планируя, студент все же не сковывает себя очень жестко. Остается достаточно времени для самых различных дел. Хронокарта будет легко читаться при анализе, если каждому виду работ присвоить свой символ. Чем меньше интервалы по времени при планировании и регистрации выберет студент, тем выше будет точность результата. Это потери. Ведь без них трудно обойтись. Но они индикатор нашей неорганизованности. Перед вами простой метод. Метод наглядной регистрации. Анализировать хронокарту следует по всем категориям потраченного времени. Особое внимание уделите потерям. Как обстоят дела у нашего студента? За неделю потеряно 32 часа. А каковы потери после двух месяцев регулярного планирования и регистрации времени? 19 часов. Выигрыш во времени налицо. Подведем некоторые итоги. Изо дня в день и в течение длительного времени самостоятельная работа будет вашим делом. Вы уже убедились. Первая половина дня — это жесткий ритм, вырабатывающий привычку к систематичной и планомерной работе. Систематически работая самостоятельно, вы сможете повысить продуктивность своего труда. Однако эффект будет большим, если ваш труд будет последователен. Ведь временная последовательность в еде, отдыхе, сне присуща большинству людей и легко принимается организмом. Последовательность в процессе самостоятельной работы, конечно, индивидуальная для каждого из вас, выработает четкий ритм в вашем труде и повысит его производительность. Время и труд студента. Ими можно управлять, тем более, что многое вы уже умеете. Нужно только эти умения собрать в систему. И тогда процесс управления самостоятельной работой превратится в привычку, а потом станет потребностью. Вот и все. Если вас заинтересовали наши предложения, можете их принять. Важно только начать. И с каждым днем продуктивность вашей работы будет возрастать. Успехов вам, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok